Мне несложно говорить, когда вопрос касается нашего российского футбола и в частности Валерия Георгиевича Газаева. Я не буду напоминать вам, что ни разу за последние несколько лет после окончания чемпионата Европы мира опять Европой, мы так и не сделали никакого вывода. Мы не нашли причину неудач нашей сборной. Я считаю, что все это связано с непосредственным руководителем российского футбола. Когда назначали господина Мутко, мы, честно говоря, вздохнули с облегчением, надеясь на то, что, наконец, человек, имея покровительство первого лица государства, освободит нас от кабалы, который висит над РФС. Бесконечные долги, с которыми никак не можем расстаться. Не знаю, я не слушал отчета, в каком состоянии находится финансы в РФС. Но я знаю одно, что с приходом господина Мутко, сегодня у нас есть номинально хозяин футбола, фактически ее нет. Когда заходишь в здание РФС, там никого нет. Я хотел бы спросить, кто найдется смелый человек, который бросит перчатку господину Мутко? И когда изъявил желание сделать это Валерий Георгиевич, я первый вопрос задал. Это что, пиар? Вы хотите просто включиться, а потом уступить место на конференции? Он заверил, что нет. Тогда мы собрали свою организацию и послушали его. И он заверил нас всех в том, что это очень серьезно. Аргументы его говорят в его пользу и в пользу российского футбола. Я бы хотел вам сказать следующее, друзья. Когда придет настоящий руководитель футбола, то первым долгом будет решать вопрос организационного плана. Что это значит? В РФС у нас из года в год все больше и больше сотрудников. А долги все растут. То есть, надо посмотреть качественный состав и количество на РФС. Второй вопрос. Систему футбола российского, в чем она состоит? Сегодня мы стояли, смеялись на улице, когда Численко сказал, я знаю о том, что футбол надо менять. Но не знаю как. Сегодня многие не знают, что это, как надо российский футбол менять. В принципе, у меня есть тоже самая программа. То, что почти совпадает с программой Валерия Георгиевича. Может быть, с некоторыми изменениями. Но в целом суть состоит в одном. Поэтому, это касается вопроса, друзья, и комплектования исполкома, создания боеспособного Треевского совета, попечительского совета и так далее. Валерий Георгиевич, если вы сможете так же упорно и грамотно, как вы это умеете делать, отстоять свои позиции и выйти смело, с гордо поднятой головой и рассказав слушателям ваши сердечные высказывания, которые будут на пользу нашему футболу. Я уверен в том, что вас поддержат делегаты. Поэтому, пожалуйста, друзья мои, здесь все присутствующие люди верят в то, что нам надо менять руководство РФС. И я первый буду везде выступать и говорить, господин Мутко, вы занимаете пять должностей. На пяти стульях сидеть одной задницей невозможно. Первая, министр обхватил всю спортивную инфраструктуру России. Вторая, Российский футбольный союз президент. Третья, председатель оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года в России. Четвертая, член ФИФА. И пятая, представляет УФА ФИФА. Ну, в конце концов, спасибо большое, что вы такой стойкий, жесткий, инициативный. Но уступите место человеку, который знает свое дело. Поэтому я буду и призываю всех вас использовать свои возможности в том, чтобы поддержать Валерия Георгиевича Газаева, который принесет те самые изменения, что касается реформирования российского футбола. Все. Спасибо. Спасибо большое.